Главной певице страны Алле Пугачевой 70 лет. Музыка-культура. Полничтри, 15 апреля 2019 года. Женщина, которая живет главной певицей страны Алле Пугачевой 70 лет. Фото, РИА Новости. День рождения Аллы Борисовны Пугачевой давно следовало бы объявить государственным праздником. Пусть народ отдыхает, поднимает тосты за нее, и мужей, детей, внуков. Она же всем в стране давно как родственница, и поверх накрытых столов поглядывает в телевизор, где каждый федеральный канал, как и любой СМИ 15 апреля, да и накануне, что-нибудь показывает и рассказывает о ней. Музыкальный обозреватель ленты.ру Михаил Марголис присоединяется к поздравлениям. Ну а чего, в самом деле? Так ведь естественнее. Выйди на любую российскую улицу, спроси у прохожих, когда у нас, граждане, например, День Конституции или Народного Единства. Хотя бы в каком месяце, в какое время года. И думаете ли вы вообще об основном законе единстве? Полагаю, немногие откликнутся. А у помени сейчас ап, даже фамилию уточнять не обязательно. И всем понятно, о ком речи, когда юбилейная дата. Кадр, фильм «Женщина», которая поет. По идее, сейчас Примадонна должна стать полным кавалером ордена за заслуги перед Отечеством. Три степени награды за большой вклад в развитие. Ей уже присвоили аккурат к каждому из предыдущих юбилеев. Пора завершить пазл. Но главная певица Российской Федерации в последнее время, кажется, слегка дистанцировалась от вождей и единственно верного политического дискурса. Так что орден ей, возможно, дадут позже, а пока ограничатся официальной поздравительной телеграммой. Телеграмму нести то недалеко. Свой постскриптумап назначила в Кремлевском дворце. На пригласительных билетах, за которые иные поклонники готовы отдать чуть ли не полцарства, напечатана исповедальная страфа, допускающая немало толкований, белорусская поэтия Сидианы Балыка. Ты замечаешь, как время уходит в постскриптум. Я замечаю, как жизнь безвозвратно уходит. Но остаются слова. И твои фотоснимки. И размышления об иллюзорной свободе. Драматургически узнаваемый Пугачевский прием. Подобная лирическая эпика присутствовала практически в любой ее концертной программе. Теперь, кому интересно, расшифровывайте намеки. Моделируйте дальнейшую историю женщины, которая поет. Все для тебя, родная публика, подсаженная на долгое Пугачевское реалити-шоу. Алле Борисовне сейчас более подходит определение женщина, которая живет. Живет вроде бы для себя и семьи, сравнительно немедийно, но так, чтобы ее не упускали из виду. Певица Алла Пугачева во время съемок телевизионного фильма-концерта с режиссером Таомасом Ласманом в Таллине, 1978. Фото, Юрий Вендельин, Анатолий Рухадзе, ТАСС. 13 лет назад в одном из наших разговоров, о знакомом и давно, она сказала фразу, быстро ставшую крылатой среди ее коллег, «Не хочу до 60 лет в шоу-бизнесе париться». И хотя именно до 60-ти Алла и допарилась, громогласно завершив сценическую карьеру в 2009-м сольниками в Кремле, Лужниках и специальной пресс-конференцией, будем считать, что она почти исполнила свое желание. Другой вопрос, что совсем выйти из игры Пугачевой невозможно при любых заявлениях. А больше отечественного шоу-бизнеса. Она своего рода от этим эпохи и той, что канула вместе с СССР, и теперешней, постсоветской. Советская эстрадная певица Алла Пугачева. На сцене Алла Пугачева и вокально-инструментальная ансамбль «Веселые ребята», 1976. Фото, Александр Макаров, РИА Новости. Как певица и музыкант Пугачева осталась в прошлом веке. Не в смысле архаичности ее последних дисков, песен или пренебрежения новейшими технологиями. А в смысле творческой страсти, ну хотя бы устойчивого интереса к своей работе. Это нетрудно заметить даже потому, как скукожилось ее авторское участие в собственных альбомах нулевых. Пластинки конца 70-х, 80-х, даже 90-х, «Поднимись над суетой», Как тревожен и этот путь, пришла и говорю, Алла, не делайте мне больно, господа, где находится фактически весь золотой репертуар Аллы, на две трети, а иногда полностью сделаны на музыку самой Пугачевой. 8. Петербургский международный юридический форум. Закрытое мероприятие коллегии адвокатов. Pen and paper. Певица Алла Пугачева во время сольного концерта в Михайловском замке. Фото – Александр Коряков, коммерсант. Другие яркие образцы ее дискографии, побеждавшая в советских хит-парадах, это плоды сотрудничества с актуальными композиторами своего времени – Александром Зацепиным, Раймондом Паулсом, Юрием Чернавским. Причем уже в дебютном виниле будущей звезды «Зеркало души» удачно отметился тремя разноплановыми композициями – «Санет», «Песенка про меня», «Приезжай» и «Маэстро Борис Горбонос», он же «Наш юбилярша». Тоже относится к текстам песен, среди которых появлялись стихи Шекспира, Светаевой, Мандельштама, Пастернака, Ахмадулиной, Вознесенского. Постепенно все это, как и поиски интересного саунда, вокальная экспрессивность, наблюдение за мировыми музыкальными трендами из пугачевских приоритетов куда-то исчезло. Целевая аудитория артистки ощутимо поменялась. Те, кто слышал и помнил бубен шамана «Ты снишься мне», «Самолеты улетают», «Монолог», как-то не очень согласились даже в качестве шутки принять мадам Брошкину, настоящего полковника, будь или не будь, «Любовь как состояние» и другие опусы позднего периода Аллы Борисовны, Пугачева Алла и Киркоров Филипп во время бракосочетания, 1994 год фото, Александр Жюдра, «Та сну главное», «Казалось», «Может быть», «Только казалось», что саму Пугачеву не очень-то цепляет подобный материал. Но вот народу нравится, значит, надо продолжать в том же духе, хотя бы до определенного момента, который наступил 10 лет назад, когда Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности. Вроде 60 не критичный возраст для такой примы. Например, 66-летняя Барбара Стризант в том же 2009-м выпустила весьма экспериментальный для себя джазовый альбом «Love is the answer», и он возглавил Билбардовский чарт. Стризант, кстати, и на восьмом своем десятке выпустила пластинку, добравшуюся до макушки главных хит-парадов. Но Барбре, видимо, еще чего-то не хватает на песенном поприще. А Пугачева еще за три года до завершения карьеры в нашей очередной беседе рассуждала так, «Возможно, в будущем у меня появится бизнес, близкий к творчеству. Предположим, школа пения какая-то, продюсерский центр, имиджмейкерство. Это единственное, что я умею. Правда, мне это за долгие годы уже так надоело, что иногда думаю, не лучше ли просто спокойно пожить, понянчить внуков». Фото – Михаил Почуев, ТАСС-певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, их сын Гарри и дочь Елизавета на премьере мультфильма режиссера Кристофа Лауэнштайна «Пришельца в доме в концертном зале Барвиха». «Лакшери Виллидж» примерно то и вышло. Пропев десять лет назад с наклонной кремлевской сцены «Я улетаю», Алла Борисовна перестала гастролировать, записывать новые альбомы, вышла замуж за Максима Галкина. У пары появилась двойня девочка Лиза и мальчик Гарри. К двум взрослым внукам Пугачевой добавилась маленькая внучка Клавдия. С ней тоже нужно нянчиться. Алла действительно открыла свою школу, но в прошлом году закрыла, как сообщали из-за отсутствия прибыли. Быть может, потом она запустит какой-то иной проект. В общем, частная жизнь не обдвижается своим чередом. Но, как я уже говорил выше, у такой статусной дамы и частная жизнь – достояние масс. Поэтому сегодня страна громко отмечает 70-летие царицы эстрады. А послезавтра изменившая прическу, вернувшая себе внешний лоск Примадонна появится перед кремлевской публикой, которая будет, заплатив большие деньги, рассматривать ее и изучать каждый жест, реплику, наряд, движение, как изучают, скажем, ее ровесницу Шер. Это не столько концерт, сколько аттракцион. Но Алла тщательно, не одну неделю, готовится к нему, к своему постскриптуму именно как к важнейшему концерту, чтобы в последующей телеверсии вся страна поняла, что Пугачева у нее по-прежнему всего одна. Михаил Марголес Продолжение следует...